Рад всех вас видеть, очень приятно, что все наши лучшие риэлторы, лучшие сотрудники сегодня собрались здесь, в этом уютном зале, в центре нашей столицы. Это меня лично очень радует, я знаю, каждого из вас очень рад видеть, лично приветствовать, где-то кого-то в соцсетях вижу, кого-то там вживую вижу, и приятно на вас всех посмотреть, оценить вместе с вами, наверное, то, что происходит. Мы будем, знаете, этот градус у нас будет постепенно расти, мы в начале немножко о работе, то есть я где-то час у вас всех погружу информацией, что мы планируем делать, какие у нас успехи, какие времена. Потом, я так понимаю, у нас будет формат обучения, я думаю, больше уже без напряга серии. Ну и вечерняя часть у нас концерт ожидается, думаю, нам всем понравится, я надеюсь, что у нас и кавер-группа, и Кирилл там класс покажет, и мы вместе там примем участие. А презентацию сегодня, на самом деле, специально подготовил только для этого события, потому что у нас, все знаете, к сожалению, форум отменился, точнее перенесся, я даже сам так стал говорить. Но хорошая новость в том, что мы точно в следующем году приняли решение, что и форум проведем, это 100%, без всяких там, что бы ни было, потому что компании в следующем году будет 25 лет, и я думаю, что мы там уже будем в совершенно другом формате. То есть, по большому счету, я искренне надеюсь, что у нас такой формат раз в жизни происходит. Вот такой камерный, такая некая обстановка, когда мы все-таки рядом, нас мало, но в то же время у нас у всех хорошая энергия. Поэтому запомните этот вечер, я думаю, что он будет уникальный. Я искренне считаю, что вот такой сложного периода его больше не будет, и он там у нас случился, ну раз. Вот, это очень правильно. Отдельно хотел сказать спасибо всем, кто приехал с других стран, потому что компания уже международная, у нас уже достаточно много участников, мы не просто участвуем в некоторых системах, в некоторых странах мы еще и там лидируем. То есть, у нас уже больше пяти стран, где мы вообще первое место занимаем по объему бизнеса. Это очень хорошо, это классно. Не каждая российская компания может похвастаться такими успехами. Вот, также для нас очень приятно, что мы находимся с вами… Это я уже начал потихонечку свое выступление, да? Вот, мне очень приятно, что мы находимся с вами, знаете, в таком замечательном временном пространстве, как мне представляется, да, когда уже развиты технологии. Нам не нужно, как, я уверен, там, как я и есть дети там 80-х, 90-х, да, которые там проходили через какие-то ужасные моменты. Вот сейчас все более-менее хорошо. Понятно, есть какие-то нюансы, но мы про них не будем. Но в целом, я думаю, большинство из нас будет хорошо организован, все нормально, все отлично. Вот, вы знаете, это же многие любят, многие ненавидят. И есть такое чувство, особенно среди конкурентов, да, часто такое слышишь. Но в последнее время, мне кажется, нас уже только любят. Все, потому что появились те, кого больше ненавидят, чем нас. Вот, понимаете? И поэтому теперь все нормально, все хорошо. Давайте начнем. Я, знаете, как хотел построить. Сначала это динамика наших доходов в среднем по сети, да. То есть я всегда считал, что самое важное – это то, как люди получают доход, да, и какие они зарабатывают благо, отдавая свой труд. Риелторский труд, на мой взгляд, один из самых сложных. Это та профессия, которая, ну давайте откровенно, она, понимаете, она изнутри от сердца идет, да. То есть невозможно тут быть там хорошим аналитиком, знать знания, знать законы, этого мало. Это все знают, намного приходило людей, которые все знают, но у них не получается. Это трудолюбие, это где-то умение служить клиентам, это умение рисковать, это умение постоянно совершенствоваться, это умение развивать себя. Вы знаете, это то, что постоянно делает нас другими, да, то есть которые абсолютно точно в какой-то промежуток времени, я уверен, каждый из вас поменялся. То есть вот каждый из вас в приходу профессии потихонечку, потихоньку это ощущает, бац, проходит несколько лет, а уже человек другой, да, он уже не будет как раньше. Вот, это, я считаю, главная ценность компании на самом деле, да. Вот, это важно. Но ситуация такая, что сейчас мы ожидаем, я сразу должен об этом сказать, да, что вы все видите, в каком рынке мы находимся. Я и сам удивляюсь тому, что происходит, если честно, да, потому что, когда смотришь вот эти, кто вот из других стран, тот меня сейчас не поймет, да, я думаю, у них-то все хорошо. Вот, но у нас реально такая полноценная сложная ситуация. Я там в дальнейшем расскажу, как и что мы будем делать, да. Вот, кстати, как наши старшие партнеры себя чувствуют, тоже все нормально, у нас высокие доходы, слушайте, там, средние уровни, да, у нас есть настоящие, там, суперлидеры, и мы явно превосходим другие сферы по средним показателям. А если говорить отрасль, то мы в среднем примерно на 50% лучше отрасли работаем. Это очень важно. Вот. Вот, вначале хотел рассказать то, что мы уже, ну, по большому счету, вектор, который сделали, да, то есть то, что уже произошло, потому что многие, когда говорят этажи, да, ребята, вы лидеры. Кстати, тут недавно выяснил, что я раньше всегда думал, что мы там от второго места процентов, ну, на 15-20 отрываемся, да, в России, по крайней мере. Вчера узнал, оказывается, вообще на 40, почти что, да, просто когда, вот, допустим, статистику домклика дают, там, оказывается, считают неипотечные сделки, да, то есть туда. А мы у нас свои сервисы, а конкурент Самолет Плюс, надо прямо его называть, пользуются почти сберами, поэтому реальный отрыв гораздо больше, то есть все нормально. Вот, итак, давайте по трансформации, смотрите, что, как изменился клиент, да, это реальные вот данные, клиент молодеет, мы все, к сожалению, не молодеем, да, у нас средний возраст прилично растет, то есть мы, когда, вот, я смотрел, ну, знаете, еще 8 лет назад средний возраст сотрудника был 33 года примерно, да, значит, сейчас у нас уже почти 36 с половиной, да, то есть вот такая ситуация. А клиент, наоборот, все моложе-моложе, да, все больше людей вовлекаются в покупку недвижимости, то есть тренд становится, сейчас это модно становится, поэтому молодежь у руля, да, вот, посмотри, я не буду перечислять, просто скажу, что все поменялось, особенно это касается скоростей, то есть тут все просто стало совершенно по-другому. Вот, так как у меня всего минут 50, поэтому я иногда буду пропускать, да, и будем дальше двигаться. Вот на этом я остановлюсь, да, то есть компания все-таки, главное для компании, это чтобы риелтору было эффективнее, удобнее работать. Я прекрасно понимаю, со стороны риелторского сообщества, ну, не всегда видно вот это наша внутрянка, да, сколько мы делаем, но я думаю, всем удобно пользоваться сервисами, да, когда они получаются, не все стреляет, сразу же говорю, да, вы знаете, когда мы пытаемся что-то делать, часто у нас риски. Если бы мы точно знали, что делать, правильно, да, ну, наверное, мы бы так много не нужно было ресурсов на развитие, понимаете. Практика в том, что бизнес такая вещь, ты должен рисковать постоянно. Ты должен что-то делать без уверенности, что это получится. И вот я скажу по внутренним ощущениям, у нас получается, ну, процентов 65-70. 30 у нас не получается, мы провал, да, но то, что получается, делает компанию эффективной. И поэтому я вот сейчас вот в этот кризис объективно переживаю, что мы вынуждены будем немножко сокращать ресурсы в развитии, а это неизбежно, потому что, коллеги, ну, ситуация сложная, да. Но в то же время вот не хочется это делать, поэтому мы еще все смотрим и надеемся. Значит, вот я вам тоже просто пример, как все поменялось. У нас, допустим, с юристами, да, мы с 20-го года взяли политику, это средние данные по сети, и просто, ну, все очень быстро трансформировали. Я думаю, все убедились, насколько все быстро стало, удобно. Поверьте, это ежедневный труд и аналитиков, программистов, юридического департамента. Вот за каждыми такими цифрами стоит большой труд. Вы знаете, у нас раньше считалось, ну, как бы такое было, что было, так знаете, так риелторы, так чуть-то к админперсоналу относились как-то так еще лет 7-10 назад примерно. Сейчас все понимаем, что делаем общее дело, что мы это единое целое, и то, как каждый эффективно работает, зависит эффективность другого в обе, абсолютно в обе стороны. Вот, значит, вот просто цифры, да, и на сегодня фактически компания уже поменялась, да, и все у нас проходит уже в онлайне. Это наша цель. Вы знаете, я вообще в будущем, как мне кажется, все будет происходить очень быстро. То есть я вот искренне убежден. Вот сегодня с утра там с домкликом встречались, да, там долго пообщались на самом деле. И вообще, вот, допустим, будущее ипотеки, оно очевидно. То есть клиент просто нажимает на кнопку, и, в принципе, ему не просто одобряется, ему уже на счет кидаются деньги. Все это понимают, правильно? Вот, и я думаю, что это вопрос буквально двух лет. И вот тут я хотел остановиться, что вот все параметры, как у нас поменялись, да, это данные по сети в целом, это очень достаточно сложно. Кто-то… зелененькая линия, оранженькая, это просто срок. Все остальное процент, а зелененькая срок. Ну, вдруг кто-то так это не сильно вчитывается, да, в моей презентации. Поэтому вниз идет. А так, слушайте, мы хорошо. Причем, если сравнивать с нашими конкурентами, нас не сразу же даже подхватили и поняли, куда мы движемся, да, и поэтому вы, я уверен, получали вот эти конкурентные преимущества. И еще будете получать, в этом нет никаких сомнений. Вот, значит, дальше. По ипотеке пару слов буквально, да. Вот тут наиболее интересный слайд. Вроде, ну, как, сейчас же она там подумирает, да, прямо скажем. Вот встречались тоже со Сбером. Кто-то вообще перестает выдавать ипотеку. Планы, скажем так, у некоторых банков есть такие на будущий год. Вот, ну, в целом, системно значимые банки точно будут дальше действовать и максимально эффективно двигаться. Так вот, что мы сделали по ипотеке. Давайте там буквально пару слов расскажу. Я уверен, что все из вас заметили, насколько мы туда много инвестируем. Вы знаете, это сложно. Давайте я вам сейчас просто расскажу уникальностью ситуации. Вот, допустим, на примере Сбера. Вот у Сбера есть такая достаточно принципиальная внутренняя политика, что они свои дистрибутивы, грубо... То есть, когда не только в Сбере можно что-то быстро сделать у них на сайте, но и в другой компании. Они не сильно хотят так давать. То есть, вот мы провели огромную работу. Я хотел большое спасибо Регине сказать, Андрей. Регина, давай, встань, я хочу, чтобы все тебя похлопали. Да, вот, потому что, вы знаете, именно благодаря ей у нас и благодаря в том числе Владу Сидоренко, скажем, в такой же системе... Влад, ты где у нас? Я тебя не вижу. Вот, давай, встань, пожалуйста. Вот. То есть, у нас продукты все быстрые. Со Сбером интеграция проходит буквально за одну минуту. То есть, клиенты, мы видим, со всей России на сайт заходят и реально стали подавать, понимаете? Мы, понятное дело, все эти заявки риелторам передаем сразу, потому что я глубоко уберен на гибридной модели. И это конкурентное преимущество, правильно? То есть, мы все видят с домкликом взаимодействуем. У нас там 0,3 ставка регулярная на ипотеку, правильно? То есть, это тоже, кто не знает, мы одна из... Еще в одной компании такое есть, да? И это тоже уникально. У нас почти по всей России бесплатные выгрузки в домклик идут, вся база выгружается. Это тоже, поверьте, нет ни одного агентства недвижимости. И это очень хороший показатель. Вот. И это все достигается за счет грамотного заяводействия, потому что видят, что мы сильная услуга, мы в этом развиваемся. И кто не знает, больше в мире такого нет, чтобы риелторская компания так эффективно взаимодействовала в ипотечном брокеридже. В мире нет такого. Честно говорю, мы изучали этот вопрос. То есть, ну, это правильный подход. При том, что если вернуться 10 лет назад, даже 15, даже вот мне было сложно в Тюменский Сбербанк пойти, то меня там ногой выпинывали, да, что называется, потому что говорят, иди отсюда, не будем с тобой разговаривать. Вот. И за 15 лет такая трансформация бизнеса, это о чем говорит? Когда ты что-то хочешь, делаешь, показываешь, результат всегда приходит, да, на системном уровне. Вот. Тут много всего написано важного. Вы, пожалуйста, почитайте, да. То есть, потому что, ну, вот это то, что определило уже такое, какое-то детальное, да, изменение. Мы сейчас вот и страхование онлайн запустили, кто не знает. Теперь к нам на сайт, когда заходишь клиентом, просто все можно автоматом, все это за короткое время оформить, да. И риелтор тоже, естественно, получает комиссию. Вот. Мы там с Дом.РФ предодобрение сделали тоже объекта, когда там заранее, если делаешь, то уже, в принципе, не надо там объект потом одобрять, да. То есть, мы и дальше будем продолжать этот курс. Вот. Второй большой путь, это мы все-таки пошли по пути агентства недвижимости, как универсальная система. Это отдельный наш пункт, который всегда был в центре внимания. Знаете, я всегда был убежден, что выход за рамки – это хорошо. То есть, все ограничения, как правило, в нашей голове, в нашей каком-то круге. И вот мы, мне кажется, смогли выйти. Я думаю, согласитесь, мы не просто агентства недвижимости, мы, наверное, точно что-то большее. С позицией влияния на рынок, взаимодействия. Да, потому что я даже вот когда компанию представляю на многих форумах, меня в последнее время уже, знаете, прям зовут в президиумы самые главные, да. То есть, хотя и там вот близко рядом других агентств нет. То есть, мы реально вышли за рамки. Я прекрасно понимаю, это не потому, что там я такой, да. Это потому, что компания такая, я представляю очень сильную компанию. И это надо четко понимать. Поэтому мы все вместе делаем вот эту работу, что мы-то хорошо представлены. При этом, знаете, мы не выпячиваемся. Я вот искренне говорю, я, наверное, в этом году второй раз выступаю, ну, такой достаточно в публичном формате, да. И наша цель всегда просто работать. Мы очень много работаем, мы там не ездим по развлекаловкам всяким постоянно. Хотя, не поверите, каждый день зовут. Вот каждый день можно что-то отмечать в Москве, там, и в других городах ездят на все мероприятия. Но нет, я правила завел раз в квартал. Куда-нибудь можно там, но не более того. И мы, я все-таки тут добавлю, да, смотрите, что мы сделали. То есть мы, по большому счету, хорошо интегрировались. Во-первых, внутри мы все сферы стали заниматься. И коммерческая, и аренда, да, и загородная недвижимость. Вот. Мы активно поверили очень сильно и в страхование, и в оценку, и в ремонты какие-то. Мы стараемся со всеми там договариваться, взаимодействовать. То есть мы чуть вышли за рамки, и вроде получается все это интегрировать. Третье, IT-трансформация. Сейчас про это, конечно, много можно было бы говорить, и много буду говорить. Потому что в чем суть вопроса? Знаете, вот даже вот хотел в таком близком кругу поделиться некоторыми внутренними мнениями на этот счет. Знаете, везде есть горячие головы, которые говорят, давайте вообще развивать лучший IT-бизнес. Потому что, вот, дескать, риелторский бизнес, у него нет будущего. Есть такие люди. Кто не знает, в 2000, я это иногда выступаю, в 2010 году риелторство заняло четвертое место в списке профессий, которое гарантированно умрет 2020 году. Гарантированно умрет. Что по факту? По факту мы встречаемся с домкликом, они говорят, ребята, слушайте, ну все, риелторы будут. Мы идем все-таки в стратегию, что риелторы это вечно. Потому что, говорит, мы поняли, ну бесполезно. Ну хоть что делать? То есть риелторы всегда максимально эффективны. Почему? Потому что, слушайте, ну нужен человек человеку. Ну хоть что вы делаете? Ну никогда в длинных процессах, а покупка недвижимости, это достаточно длинный процесс. Будет очень сложно. Вот. Дальше переходим. Вот что мы сделали? Смотрите, во-первых, мы сделали омниканальность работы системы. А что проявляется? Мы стараемся работать по всем каналам абсолютно. Мы уважаем всех наших партнеров. И Авито, и ЦАН, и Домклик, и все медиа, какие только есть. Но все-таки с клиентом надо уметь выстраивать отношения. Вот мы тут добились больших успехов. Мы сейчас даже вот ЕЧАТ запустили. Знаете, так хочу немного похвастаться. То есть мы стали первыми, кто и с Авито, и с Домклика. Мы поняли, мы, видите, тренды чувствуем. Клиенты хотят что? Писать. Соответственно, уже 54% коммуникации по статистике проходят в чатах. Все, мы скоро говорить отучимся. Говорить скоро будет уже редкая возможность. И поэтому хорошо, что в живую собрались. Так вот, мы ЕЧАТ сделали. И он реально работает. Вы, я уверен, все видите, что клиенты приходят, происходят. И сделали там мощный центр аналитики. Значит, дальше мы, я вот об этом уже, наверное, стоит официально сказать, что мы начинаем этажи ком все-таки переводить в агрегатор. Что это значит? К нам на сайт могут выставлять другие агентства недвижимости свои объекты. При определенных условиях. Это будет у нас везде, во всех городах и странах. Дальше туда при определенных условиях клиенты смогут выставлять. Рекламу и свои объекты. Мы детали потом расскажем. Я просто первый раз публично говорю, это сцены. И по большому счету это такое глобальное изменение рынка, если откровенно. И также, что мы еще делаем? Мы объединимся со всеми агентствами недвижимости. И внутри, в риесе у нас будет единый доступ тоже на нашей базе. Агентства недвижимости, которые заходят, смогут нам в риес, чтобы наши риелторы искали, по статусу, тоже выгружать свои данные. Мы к этому готовы. Я понимаю, что кто-то может переживать на эту тему, но в итоге от этого мы все выиграем. В итоге от этого мы все выиграем. Мы долгосрочно станем меньше платить на агрегаторы. Я считаю, для понимания, у нас на сегодня посещаемость того же домклика 20 миллионов, а у нас 6 миллионов. То есть мы достаточно сильны. А просто единственное наше ограничение было, что мы не имели этой возможности. И с сегодняшнего дня, окончательно перед тем, как еще выступать, думал вчера вечером, так скажем, и принял решение, да, пора, что называется. Поэтому решил в кругу самых наших лучших талантов об этом официально сказать. И я думаю, что какие-то действия мы скоро реально в пиар-поле будем предпринимать, как и что это происходит. Дальше. Мы запустили космос, и там уже заложено очень много возможностей, если честно. Мы на этой базе сможем дальше развивать, потому что на Риесе все, о чем я говорил, было невозможно. Он уже старый был, понимаете, все, не работал, что называется, полноценно. Здесь мы пока пропустим. Четвертый пункт – это агентство как интеграция с крупными системами и госорганами. Знаете, у меня всегда была такая мечта в детстве. Я вообще расскажу так про себя. Я сам человек такой сторонник, со всеми всегда договариваться, жить мирно и дружно, чтобы у всех все было хорошо. Потому что, на мой субъективный взгляд, это единственная возможность для хорошего эффективного развития. И поэтому, когда мы первое время начинали с крупными системами, вот эти все интеграции, нас не понимали многие, что мы делаем, почему мы делаем, как мы делаем. Но сейчас, мне кажется, все уже видят, насколько приятно работать в компании, которая выстроила все эти взаимодействия. Сейчас вот не хочу в детали даваться, но мы даже к СМЭФу подключились. Система международного электронного взаимодействия, по-моему, если не ошибаюсь. И она нам в будущем даст большие возможности. То есть мы стали первой из такой коммерческих компаний в сфере услуг, которую мы к этому запустили. То есть мы теперь доступ имеем ко всем, чему госорганы имеют, просто там надо разрешение получать. Вот это большой шаг. Я уже говорю про интеграцию с банками очень сильную. Слушайте, мало кто знает, мы очень сильно интегрированы с агрегаторами со всеми. Они нам все дают данные. Вчера, кстати, у меня была большая встреча с Авито, тоже хорошая, с их руководством. Тоже хорошо договорились, там новые проекты задумали. Пойдет все на пользу. Я думаю, конечный результат – это, конечно, будет уменьшение стоимости звонка. То есть для нас это важно. И улучшение условий по модерации. То есть, похоже, нас в ближайшее время перестанут так сильно мучить, как сейчас мучают. Все в России знают, что там, как говорится, чуть-чуть бегают потом с камерами наши, к сожалению, риэлторы, доказывают, что они правы и так далее. Но я думаю, что этого не будет. Потихонечку на нет сойдет. Мы очень сильно интегрировались. И это один из наших, я считаю, преимуществ застройщиками. То есть у нас тоже мы все выгружаемся, все делаем. Но на тему рынка я еще отдельно потом поговорю. Так, давайте дальше двигаться. Вот, это то, что просто произошло. Я просто вот собрали мы здесь, что уже сделали. То есть это большая работа, слушайте, тоже серьезно вам хотел сказать. Видите, в чем особенность? Работа риэлтора, она на поверхности, она, знаете, такая вот на острие процесса. И там ты достигаешь результат быстро. Вот эта вся работа, она такая, ну, штабная, грубо говоря. И там циклы бывают. У нас самая длинная интеграция, по-моему, три года шла. То есть мы иногда с некоторыми банками, представьте, ходим, просим. Потом нам ресурсов найти нет. То есть все, пятое-десятое. Но потом на выходе все получаем большие преимущества. У нас даже, знаете, в некоторых городах мы смогли интегрироваться. Что у нас даже там вот в Тюмени 30 там прямо у нас находится. И все это там электронно взаимодействует. МФЦ там везде присутствует. Мы, наконец-то, кто не знает, с Росреестром в прямое взаимодействие зашли. И теперь обмениваемся данными. Это фантастика. Еще 10 лет назад мне бы кто-то сказал, я бы просто не поверил, что такое возможно. Следующий у нас компонент. Это модель этажей единства сильных предпринимателей. Вы знаете, я, кстати, вторую книгу написал. Ее сейчас уже дошлифовывают. Она в январе официально, или в феврале крайний срок там выйдет. Она называется «Сила свободы. Предпринимательская культура в компании». И она совершенно не похожа на первую книгу. Она будет, я считаю, гораздо лучше, просто в разы лучше. Прямо что-то фантастическое, если честно. И вот на мой взгляд, я всегда был убежден, что предприниматель, он реально поэффективнее работает всегда. Потому что он заинтересован, по-другому распределяются результаты. И вот этот дух компании, он должен оставаться, на мой взгляд. И мы будем дальше в эту сторону идти. И вот эта модель, на мой взгляд, она нам приносит успех и позволит нам легко проходить любой кризис. Абсолютно. Значит, и отдельно я хотел сказать про свободу и условия для развития в компании. Значит, смотрите, тут что? Мне кажется, мы это реализовали. Вот к нам пришло очень много талантов. Вот вы все, кто тут сидите, вы и есть доказательства того, что компания многих смогла раскрыть. На мой взгляд, процентов на 90 – это ваша заслуга. Что, ну, слушайте, тут иллюзий нет. Я всегда считаю, талантливый человек талантлив во всем. Просто компания чуть-чуть помогла, создала какие-то такие условия. Я глубоко убежден, что человек сам. Я всех, кого буду награждать сегодня вместе с Кириллом. То есть я думаю, что это ваша заслуга, безусловно, в большей степени. Но вот эти вот 10%, поверьте, среда важна. Она реально важна, потому что среда, она иногда, во-первых, может испортить. Мы, к сожалению, видим, я хотел тоже публично об этом сказать, когда мы не угадываем с назначением руководителей, а такое бывает по нашим оценкам примерно в 5-8% случаев. Да, бывает такое, что мы… Слушайте, у нас там все быстро рушится, и топовые риэлторы уходят. И даже если они не уходят, у них снижается результативность. Понимаете, когда система уже не та, мощь не та, да, то есть на самом деле даже вот эти 10% становятся очень важными. Вот, и мы это понимаем. И поэтому вот эту свободу для нас это всегда будет, по крайней мере, пока я у руля, точно абсолютно, это будет такая основа, на которую мы никогда не будем покушаться. Потому что я считаю, человек должен быть свободным, делать то, что он хочет, и если он доказывает свой результат, ну не должно быть над ним власти, да. Ему надо давать максимальные вот эти полномочия, чтобы он мог творить, изобретать, пробовать, делать инновации, да, делать по-другому, считая, что лучше, пусть делает лучше, да. Он докажет, потому что так природа развивается, понимаете, она тоже делает различные варианты, и лучшие потом доказывают своей правотой. Поговорка есть такая, что дурак создает порядок, а умный управляет хаосом, да. И в целом, вот, я, конечно, это, кстати, кто-то сказал там еще в прошлом веке, вот, то есть это не в наше время, но суть правильная. То есть мы должны признавать силу каждого, да, и не вмешиваться. И я всем всегда, руководители, всех партнеров, учу, слушайте, есть таланты, значит все, значит они лучшие системы понимают, и не надо системы, чтобы над ними давило, все это закон. Вот, планы, теперь давайте о планах, да. Планы – это более важный вопрос. Возвращаясь к тому, что мы сделали и как делали, конечно, какие-то ошибки у нас были, да. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это абсолютно нормально, абсолютно правильно, на мой субъективный взгляд. Но, слушайте, мы это сделали хорошо. Знаете, мы в очень сложное время, в очень сложной сфере построили мощный системный бизнес, смогли его масштабировать, очень важно, из маленького города, относительно, да, маленького надо. Ну, мы в Москве находимся, поэтому я могу сказать, что относительно маленького. Вот, и сделали его международным, да. И мне кажется, что это не так легко, как кажется. По крайней мере, в других примерах в рамках России, ну, я думаю, вот что-то на пальце одной руки можно будет такие истории пересчитать, да, на сегодня. А значит, мы с вами все присутствуем в достаточно уникальной компании, в уникальном, скажем так, формате, да. И это надо признавать. Плюс надо посмотреть в целом масштаб риэлторского бизнеса в мире. Кто не знает, средний размер риэлторской компании в России, думаете, какой? Давайте с вами ухотовуюсь. 15, 58, понимаете, это средний размер риэлторской компании в России. А в мире 7, для понимания, да, для понимания масштаба превосходства над какими-то, скажем так, природными установками, это очень хороший индикатор. Вот, давайте про планы компании тоже. В общем, поэтому вот с одной стороны, понимая, что могли больше сделать, да, но в целом какое-то удовлетворение от проделанной работы есть. Дальше переходим. Вот сейчас вот тоже хотел рассказать, да, я не вижу никаких проблем, можно это все даже публично сделать, мы это не отрицаем. Значит, с чем мы сейчас столкнулись? Мы столкнулись с каким-то, ну, как у нас говорит финансовый директор Сергей Петрович, чудовищными финансовыми условиями, да, сейчас на рынке просто. Вот, потому что реально, ну, слушайте, что-то невероятное происходит, да, потому что изучал учетные ставки в Африке, да, то есть, ну, вот откройте интернет, почитайте учетные ставки в Африке, да, есть ли там ставки там 19-20% просто ради спортивного интереса. Вот, смотрите, это вот наши показатели, да, примерные показатели рентабельности бизнеса по месяцам, да, вы видите, что вот у нас вроде все было нормально, более-менее, мы всегда хорошо работали, вот вниз минус 15% не смотрите, это январь, да. Январь месяц это всегда ужас, да, там для бизнеса, для многих бизнесов, поверьте на слово, потому что просто все становится очень плохо. Но в целом мы всегда работали с хорошей маржинальностью, да. И вот сейчас в июле-августе, вот посмотрите, мы работаем около нуля, а в сентябре точно от минус 7, и мой такой прогноз, ну, давайте откровенно, мы до марта месяца будем убыточными, явно совершенно. Но мы на это идем. Почему? Потому что альтернатива, я хотел здесь сказать спасибо всем нашим партнерам, потому что они тоже на это идут, да, потому что они, вариант-то какой был, можно было начать рубить вот так вот все концы, грубо говоря, да, и сервис бы сразу же это почувствовали, было бы еще тяжелее. Но нас все поддержали, мы в целом говорим, ребята, мы потихоньку перестраиваемся, да, и в целом система, она, ну, будет вот такой. И мы прям видим, что пока вроде у нас получается, да, я уверен, все видят, что несмотря на какие-то отклонения, в целом система работает более чем стабильно. Вот поэтому вот такая у нас история приключилась. Значит, и мы обязательно сохраним качество услуг для партнеров и для клиентов. Это наш не просто приоритет, это наш императив действий. Всегда мы сейчас, я вам так маленький секрет открою, да, мы со следующего года у нас в критерии для управленцев будет качество сервиса и для клиентов, и для риэлторов, да, потому что в период, когда сейчас вот мы больше всех требовали деньги, выручку, результат, мы прекрасно понимаем, что сейчас надо привязываться к каким-то новым ориентирам. Это тоже, конечно, деньги будут, как куда без них, да, что называется, вот. Но мы абсолютно точно будем действовать именно с позиции сервиса, потому что есть большой очень соблазн, да, двинуться в другую сторону и начать все это сокращать. Этого не будет. Следующий момент. Это у нас система обучения и развития людей. Знаете, я вот, когда посмотрел список награждаемых, вот, обратил внимание, что хотел отдельно отметить, я для них нет номинации, да, потому что они, ну, по формальным признакам не попали, да, в этот перечень, вот, но я сейчас сначала вот рассказать, про что хотел. Многие считают, что у нас это же это школа для риэлтора, да, ну, дескать, вот у нас там обучится и потом в другом месте работает. Ну, я с этим, во-первых, не соглашусь, да, потому что мы прекрасно видим, что у нас рекордная низкая вообще за все годы текучесть именно топовых риэлторов. У нас есть буквально три города сети, где есть проблемы. Три города, кстати, кто вдруг не знает, у нас уже почти 240 городов, да, мы работаем в 240 городах. Так вот, знаете, у нас все-таки, я считаю, система обучения, это наше очень сильное звено, да. Знаете, мы вот смогли доказать, что когда вот это все в едином таком порыве бывает, когда у нас, понимаете, культура хорошая, что мы готовы развиваться, обучаться. Знаете, одна из проблем основных, есть такая точка зрения, да, что, кто не знает, Россия сам лидер в мире по количеству людей со средним и высшим образованием. Реально, у нас очень большой процент людей, но при этом у нас производительность труда на очень низком уровне. Ну, на очень низком уровне, неправильное слово, конечно. То есть не на самом высоком уровне, да, у нас производительность труда. Так вот, почему? А причина, что эффективны те страны, где много обучаются в процессе работы. И на самом деле неважно, какой процентом имеет высшее образование, роль вот развития общества переходит в компании, по большому счету, да. И компания уже своих людей развивает, делает их лучше, привносит что-то новое, да, создаёт вот эту культуру постоянного совершенства. И вот одна из всегда таких целей, это вот это и было. И поэтому мы будем в это идти абсолютно точно, да. То есть мы абсолютно точно планируем ответ вот этому кризису давать именно улучшение навыков. Потому что, знаете, я прекрасно понимаю, и мне часто подходят люди, говорят. Слушайте, говорит, вот главная конкуренция для сильных, мотиватор для сильных, это отсутствие слабых, да, как ни странно. И поэтому вот курс компании, он сейчас станет, я тоже хочу это прямо сказать, чуть пожёстче. Мы всё-таки после долгих-долгих дискуссий приняли единое верное решение, что мы всё-таки хотим, вот как мы раньше там разрешали, по сути, с одним порогом работать, у нас были какие-то жёлтые, красные зоны, там можно было по пять месяцев не сделать сделку, в принципе тебя плюс-минус там держали, так это слово подберём, да. Всё-таки мы приняли решение, что такого быть не должно. Я считаю, это же это всегда было для сильных, для эффективных. И поэтому вот эти все планки мы серьёзно поднимем, да. То есть даже, возможно, очень серьёзно. Потому что, я считаю, для сильных это реально абсолютно правильный вид мотивации, когда ты понимаешь, что ты работаешь в такой культуре, да. И тебе не будут говорить, что вот у нас знакомый был, он там непонятно как там, везде его выгоняли, он потом там риэлтором пошёл, да, и вот теперь вот в этажах. Всё, это неправильно, это не наш формат. Поэтому мы будем развивать. А те, кто может и умеет, будем вкладывать огромные ресурсы. Также, я считаю, у нас огромная роль саморазвития. То есть мы сейчас, я имею в виду развитие внутри системы. У нас совершенно точно есть люди, которые уже готовы передавать опыт, да. Я считаю, что внутри компании мы сейчас будем активно. Мы уже много в этом сделали, но ещё дальше пойдём. Будем создавать такие платформы, когда человек будет иметь возможность монетизироваться. А если он сильный и хорошо может продавать свои знания, пусть продаёт. Пусть он имеет эту возможность, сделает это абсолютно легально, официально. Я считаю, что это правильно, да. Поэтому, знаете, расскажу, вот с моим заместителем, с Юлей, да, с Владом в Америке были. У них топовые риэлторы, когда достигают определённого уровня, они уже четверть дохода получают за счёт образования других. Всё, то есть у них это нормальная абсолютно история, да. И почему? Потому что это правильно. Ты уже выходишь на другой уровень, ты востребован. И в принципе, почему нет? Только да. Поэтому мы этот курс точно продолжим. Вот. Я, коллеги, знаете, хотел сказать о троих риэлторах, которые, на мой взгляд, не попали в список номинантов, да, но внесли очень большой вклад в развитие компании. Я вот хотел, чтобы мы каждого из них просто поприветствовали, да. Так, начнём с Татьяны Клинзиченко. Так, Татьяна, вставайте. Да, всё, вам большое спасибо. Татьяна у нас больше 10 лет стабильно. Ну да, 12, если точнее говорить, стабильно в тройке всегда, в пятёрке, да. Всегда точно входит число, по-моему, 30 лучших риэлторов всей сети. Все эти годы, все годы, представляете, вот так 12 лет, да. То есть это такой серьёзный показатель, поэтому... И в этом году, кто не знает, в Тюмени всё равно заняла третье место. То есть вот поэтому большое спасибо. Ну и уточняет ещё доп. информацию, что конкретно в сентябре вообще первое, да. Поэтому, да, давайте похлопаем. Вот, я считаю, что это круто. Также хотел, чтобы мы отдельно поприветствовали Елену Ситникову. Пожалуйста. Это наша звезда, да, настоящая. Вот, которая в течение, по-моему, четырёх лет там просто номером один была очень стабильна. Сейчас тоже очень высоко там, я думаю, вопрос времени, да, когда она там снова первой станет. Вот, и тоже, на мой взгляд, отнесла очень большой вклад тоже в профессию риэлтора, да. Как может восприниматься профессия, каким может быть личный бренд. Поэтому тоже большое спасибо персонально. Вот. И я ещё хотел отметить Наталью Балахшееву. Это Сургута, наш риэлтор. Тоже топовый. Тоже все рекорды бьёт в Сургуте. Вы знаете, очень себя прекрасно проявляет. Поэтому развивает других, участвует в жизни компания. Знаете, пишет мне постоянно, не поверите там во всем вопросам. Вот. Это правильно. Я это вообще поддерживаю. Я считаю, что это правильная культура. Поэтому, Наталья, большое спасибо. Вот. Поэтому вот это очень важно, понимаете. И вот хотелось бы, чтобы наши риэл, это будет культура нашей компании. Я вам точно это обещаю. Мы все платформы создадим, когда лучшие смогут возможность уже обучать. И по своим, на мой взгляд, расценкам должны выставлять цены, за которые они должны это делать. И должны развивать других. Это и есть нормальная конкуренция и развитие. Иначе зачем становиться лучшим, если ты потом не имеешь права определять, за сколько ты готов передавать опыт. Вот. Значит, дальше давайте. Вот о чём я говорил. Сейчас уже детали говорю, ладно? То есть развитие единой платформы для партнёров, частных риэлторов. То есть мы это начинаем. Тут детали. Мы потом продумываем, как это правильно анонсировать, хорошо, и как пиар этот, как говорится, прямо скажем, сделать. Вот. Но сейчас, пока я вам так в узком кругу говорю, что и как у нас будет происходить. Дальше. Мы совсем скоро точно запускаем возможность клиентам оплачивать рекламу. Это у нас ближайший приоритет уже стоит. То есть если раньше рекламу всегда оплачивал только риэлтор, то и клиент при желании, естественно, риэлтора. Понятное дело. Мы сейчас думаем насчёт каких-то, может быть, изменений комиссионного вознаграждения. Понимаете, у нас это нормально, это правильно, это логичный путь. Наша нагрузка на риэлторов должна снижаться. И мы очень часто рекламируем объекты, которые уже 6-8 месяцев. Ой. Какой-то объект, мне рассказывали, у нас 5 лет стоял в риесе. Ну или в космосе. Представляете, сколько за 5 лет туда риэлтор, по-моему, 250 тысяч рекламы истратил. Там ожидаемая комиссия 80 тысяч. То есть это уже явно похоже на казино. Ты уже веришь в победу. Ставишь, ставишь. Свою продал квартиру, уже Алексей подсказывает. Вот, понимаете. То есть, конечно, это неправильно. И в принципе мы должны эту возможность сделать для того, чтобы всё это происходило. Мы в это пойдём. Всё, это обязательно. Значит, дальше. Онлайн-агентские все дела и личный кабинет. Будем развивать. Слушайте, у нас в лучших группах уже доля пользователя, клиента с личным кабинетом доходит до 50%. Каждый второй клиент. Представляете? Всё, клиенты уже хотят всё знать. Где документы? Они что-то готовы делать сами. Там будет жизнь. Что очень важно. У нас гибридная модель. И я глубоко убеждён, неправильно всё это делать без риэлтора. Компания абсолютно точно это понимает. И мы не должны превращаться в какие-то другие системы, которые спят и видят, что риэлторов нет. У нас другой подход. Мы считаем, что вот есть все мы. И мы должны за счёт своих сильных конкурентных преимуществ быть очень мощными. Понимаете? Если мы будем всё это делать, вот то, о чём сегодня я перед вами выступаю, и мы всё это реализуем, а в этом нет никаких сомнений. Поверьте, что у нас будет правильная бизнес-модель. У вас вот эта мощь, она всегда будет в руках. Я вот уверен, многие из вас её на сегодня ощущают, когда общаются с клиентом, выстраивают взаимоотношения. Я вот низкий поклон перед теми, кто у нас работал в 2008-2007 году. Тогда этой мощи не было, откровенно скажу. Тогда было просто желание и видение какое-то. Сейчас она есть. И поэтому нам вот важно, я прям, знаете, всех бы попросил в свои города, когда приедете, страны свои, быть где-то проводником вот этих изменений. Потому что сейчас вступаем в период очень сильной трансформации. Компании в следующем году исполняется 25 лет. Это очень серьёзная дата. И здесь абсолютно точно мы как система должны меняться. Мы видим, как это важно. И вот меня самого и сомнения иногда доливают, но не меняться невозможно. Слушайте, если бы мы 10 лет назад не шли в новые какие-то процессы, системы, изменения, мы бы тоже абсолютно точно сейчас бы остались, как говорится, у разбитого корыта. И такую элиту риэлторского сообщества не имели права бы в центре Москвы собирать. 100%. Поэтому это очень важно. Так, ну смотрите, что ещё из свеженького такого? Это вот те процессы, которые уже есть. Такие из того, что мы сделали в последнее время. Ну или плюс-минус в последнее время, так их назовём. Давайте тут пропустим. Новые сервисы. Ну и чат вы все знаете, будем в это идти. Надеюсь, там телеграм не запретят всё-таки. Хочется в это верить. Но даже если запретят, у нас уже есть замена. То есть в принципе там всё работает, всё нормально, всё хорошо. Дописали его хорошо, интегрировались, будем развивать. Он не должен быть обязательным. Вы знаете, мой подход какой? Ко всем продуктам у меня один подход. Если это нужно и востребовано, люди этим начинают пользоваться. И всё, из-под палки внедрять ничего нельзя. Понимаете, из-под палки ничего хорошего не происходит. Мы все знаем. Это 100% абсолютно. Умный подбор объектов тоже будем сразу же автоматом. Показывать уникальные предложения клиентам. Тоже двигаемся, потихонечку искусственный интеллект подключаем. Тяжело. Не хочу это говорить, но я не сильно верю в искусственный интеллект. Но наши атишники верят. Будем в этом развиваться, но мне кажется, что это спорно. В нашей сфере тут есть такие моменты. Понимаете, почему? Я вам расскажу, в чем дело. Почему дискуссия происходит? Потому что можно огромный ресурс туда проинвестировать. Это дорого. Один специалист по разработке искусственного интеллекта – это ого-го-го-го. А можно делать понятные платформенные проекты, которые будут гораздо рентабельнее и реальную пользу риэлторам приносить и всем нам. Понимаете, мы постоянно на этом выборе находимся. Что и как делать. Можно, знаете, 100 миллионов сюда проинвестировать и, как говорится, ничего. Вон сколько проектов там. А можно в правильные проекты, когда реально полезно всем риэлторам, они это чувствуют. Это, знаете, тонкая такая материя. Тут главное не ошибиться. У нас возникнет единое пространство для внутренних заявок совсем скоро. То есть, когда мы будем с вами в одном модуле видеть абсолютно все. То есть, страхование, займы, сделка, юристы, оценка. Все это будет в одном месте. Удобно все писать комментарии. Все департаменты будут видеть одного клиента. Не будет никаких мискоммуникаций. Все это будет очень удобно. Это вопрос уже самого ближайшего будущего. Куда компания пойдет абсолютно точно. Потому что, считай, мы очень много теряем именно то, что все у нас в разных местах с клиентом где-то происходит. И мы процессы тоже будем задваивать. Если вы пришли к юристу, на мой взгляд, там все должно произойти. И не так, чтобы потом бегать между департаментами, как это иногда бывает. Тоже это автоматически будем делать. Понятно, что будем интегрироваться со всеми сервисами. Межрегиональные заявки будем развивать. У нас доля выручки уже 6%. Реклама. Сервисы делаем дополнительные. В окнах риэлта, активность. Все это будем. Ленту событий произойдет абсолютно точно. Потому что мы считаем, что мир тоже туда такой в аналог соцсети идет. И все должно вот так вот, как в ленте происходить, в личных каких-то пространствах. Мы точно запускаем хорошую интеграцию с новостройками. То есть это отдельная тема разговора. Новостройки – это наше все. Мы здесь будем тоже очень современные. Помогать риэлтору делать тоже свои все программы. Они должны быть. На сайте вся информация представлена. Ну, все это будет. Значит, отдельная тема субсидирования рекламы. Мы тоже перешли на новый формат с переходом на космос. Тема вообще болезненная. Слушайте, не буду сейчас ее долго обсуждать. С одной стороны, хотим риэлторов поддерживать. С другой стороны, начинаем поддерживать риэлторов. Агрегаторы начинают себя вести, скажем так, неправильно. Так их назовем. Бесконечно повышает цены. В общем, мы находимся в крайне сложной ситуации. Приходится иногда на горло собственной песни наступать. То есть сокращать уровни субсидирования. Так стратегически, прямо скажу, скорее всего, стратегически будем сокращать. Но аккуратно, понимая, что даем замен, иногда повышая процент при этом. То есть не хотим в лоб эти как-то деньги забирать, хотим их перераспределять. То есть цели компании такие. И одновременно надеемся очень расширять работу с клиентской базой. Так, базу знаний мы делаем. Все у нас теперь все будет удобно в чат-боте. На базе космоса все это делаем. И будет удобно все искать. То есть мы предлагаем, мы считаем, что мы это тоже будем развивать. То есть мы все процессы, такие более-менее по знаниям, будем систематизировать, структурировать. Вот здесь точно подключать искусственный интеллект, который будет быстро абсолютно на основе внутренним. Вот в это я верю 100%. Здесь мы огромный ресурс сюда будем инвестировать. Значит, дальше. Ну это там понятно, что все хорошо. Значит, что мы будем делать в самое ближайшее время? Вот вам небольшие наши ближайшие ориентиры, которые будем делать. Так, просто для информации. Так, это, кстати, из области, мы все знают, по 23 году обеспечили 1 триллион оборота недвижимости. Вот, мы расширять будем возможности нашего партнерства. Это компания, с которой мы в той или иной мере планируем какую-то хорошую интеграцию. Такую мощную, да, системную. Вот, я там с руководителями почти всех из них встречался. Мы хорошо все пообщались, пообсуждали. То есть я вижу в будущем наше взаимодействие. Потому что мы владеем очень большим оборотом недвижимости, но плохо его монетизируем. Вот для сравнения, вот кто знает, Вальберис на сколько продает? 10 триллионов, 4 триллиона, Евгений Валерьевич, правильно. 4, представляете, у нас триллион. То есть мы на самом деле достаточно большие. Просто не всегда понимаем, какой мощью обладаем. И мы сейчас, банки к нам выходят. Вот вчера, сегодня диалоги были, они говорят, слушайте, давайте думать, что делать. Но у вас такой оборот, он, как говорится, мимо кассы проходит. Это неправильно. Вот, и я думаю, что мы будем что-то делать, да, обязательно. Значит, ну тут пропустим этот слайд. Дальше мы какой еще начинаем тренд большой. То есть компания за последнее время присоединила очень много внешних агентств недвижимости. Это стал большой тренд. То есть нам присоединялись целые команды, агентства недвижимости. Мы некоторые агентства недвижимости даже покупали, если откровенно. И именно это есть наш конкурентный ответ, прямо скажем, самолетный плюс. Потому что мы считаем, что это сильные ребята, да, то есть с большими деньгами, с большими возможностями. Мне очень приятно, что мы их эффективно, ну можно прямо сказать, в общем, мы с ними хорошо конкурируем. Мы считаем, что сейчас наш следующий конкурентный ответ, мы должны присоединять сильные команды, да. Поэтому мы уже подготовили инфраструктуру. И действительно сильные команды, старшие партнеры, нашей терминологии менеджеры, сможем с рынка присоединять. Потому что нам кажется, им будет сейчас тяжело, и мы должны предоставить вот эту возможность, да. Тоже мы в ближайшее время всю эту официальную процедуру начнем. Вот, при этом от этого мы станем только сильнее. И одновременно, я считаю, надо убирать слабых. Вот, поэтому здесь вот эта трансформация, они будут, да. Почему к нам должны присоединяться? Да очень просто, потому что мы реально сильные, у нас хорошие условия. И то, что мы раньше были закрыты для внутреннего мира, для внешнего мира, наоборот, это отрицали. Я считаю, что это неправильно, надо уметь меняться, да. Вот, и поэтому мы к этому морально, материально и, я считаю, духовно готовы. Вот, это небольшие результаты, допустим, у нас в Тюмени. В Тюмени мы тестировали все эти процессы, да. Значит, в принципе, все успешно прошло. То есть в 2024 году к нам 150 человек присоединилось. Вот, это только в одной Тюмени, из других агентств недвижимости. Вот, это большие цифры, поверьте на слово. Есть там нюансы, безусловно, это было бы нечестно, если бы не сказать об этом, да. Но мы все их уже на будущее учтем. Значит, давайте, я уже про рост говорил, время у меня к концу подходит, да. На этом не буду останавливаться сильно. Вы знаете, мы сейчас столкнемся, рынок станет другим, на мой взгляд. Я могу тоже публично признать некоторые ошибки, что мы сильно раздували систему. У нас уже, как говорится, человек на человеке, админ на админ персонале, да. Вот, мы уже одно время в некоторых городах, у нас, знаете, до чего дошло? На одного, на двоих риэлторов один админ персонал. Это неправильно. Слушайте, компания должна быть эффективной. Наступает эра эффективности, когда бизнес-процесс меняется. Мы должны стать легкими, да. Я вполне допускаю, что у нас появятся модели, когда, допустим, риэлтор может один без старшего партнера работать с компанией в будущем. Если ему нет ценности, почему бы ему одному не работать? Я считаю, что это должна быть такая реформа, да, на мой субъективный взгляд. Вот. Точно так же другие какие-то модели. У нас уровни управления там большие. Так бизнес в такой сложной ситуации не делается. И поэтому здесь реформа точно будет. Мы ее обсуждаем. Я ее прямо не анонсирую, но курс будет у нас такой. Мы уже начали города переводить, поэтому где-то сейчас мы чуть будем… Понимаете, мы должны быть конкурентами, потому что вот если то, что сейчас происходит, следующий шаг мы потом начнем проценты снижать. Да, и это неправильно по сути своей. То есть мы должны наоборот, наоборот, топом стараться сохранять все условия, даже улучшать. То есть мы наоборот должны делать легкую систему по издержкам и правильно использовать все наши продукты. Потому что мы разрабатываем такую огромную систему. Ну, конечно, она должна быть низкая себестоимость. Мы должны быть конкурентоспособны. Поэтому вот здесь вот тоже вот этот тренд, он будет происходить. Значит, вот это очень важно. Доп-сервисы, да. Сейчас я хотел бы тоже показать. Посмотрите, наш следующий курс, я считаю, риэлтор должен получать за все вообще. То есть компания должна сделать так, чтобы риэлтор абсолютно все процессы мог в них участвовать. То, о чем я говорил, вы знаете, ко мне часто приходят, говорят, а давайте вот этот сервис сделаем, а риэлтору не заплатим. А я всегда говорю, не вздумай даже думать так. Так не то, что говорить так, думать нельзя. То есть нужно как, риэлтор это наш партнер, который со своего клиента должен всегда тоже получать доход. Мы в равной степени абсолютно взаимодействуем. И поэтому вот у нас будет сейчас обратный курс. Мы постараемся максимизировать доходность для риэлтора по всем направлениям. То есть мы везде будем развивать, стараться и делать очень хорошую часть для риэлтора, чтобы он это понимал. Я считаю, так компания станет только сильнее. Риэлторы очень хорошие помощники в этих доп-сервисах во всех. Они лучше любого человека, наши все риэлторы, и вы как топы непосредственно знаете, как правильно это делать. При этом наша философия еще такая, что мы клиенту ничего не навязываем. Если не надо, значит не надо. Я всегда так говорю. Иногда бывает так, что надо просто сделать услугу и все, ничего больше не делать. Но если вы, ну бывает, коллеги, ну все же были там, помнят эти времена, когда тебе там, как говорится, герболайфы и так далее. Вот, поэтому у нас так быть не должно. Но если это полезно, то почему нет? Мы должны это делать. Это наше направление. Вот, на сегодня мы пришли к тому, что, ну очень грубо вышли на 10%. То есть мы смогли сделать уже 10% добавку всем риэлторам. Это очень большой труд, поверьте на слово. Мы платим в чистую, там почти нет затрат, там все затраты компании. У нас, понятно, нет этой доходности, чтобы вы понимали, мы в некоторых сервисах всю доходность отдаем риэлторам, потому что очень большие сдержки связаны с этим. Но этот курс у нас будет неизменным. Я это тоже абсолютно точно публично обещаю, что все всегда должны получать. Значит, в целом, это слайд. Так, тоже время мало. Да, затягивать слушайте не хочу, не люблю никогда ничего затягивать. Вот, поэтому давайте своими словами договорю. На сегодня мы с вами все находимся в такой потоке, да, можно сказать, да, потому что вот вы, кто здесь присутствует, у вас явно получается, вы крутые, все хорошо. Я к чему клоню, да, понимаете, в целом вот этот бизнес, он, ну, сложный, да, очень большой процент людей приходит, не получается, да, многие там выгорают, да. То есть многие люди считают, что говорят, у топа все получается случайно. Я думаю, тут нет ни одного человека, кто считает, что он тут случайно сидит, сто процентов, да. Слушайте, это адский, зверский труд ежедневный, да, такой. Культура лучших, да, она, ее какая особенность, она не видна со стороны, понимаете. Она видна только изнутри, и только человек сам знает, правильно, неправильно, и сколько он делает для ее совершения. Как он пашет, как переживает, да, как порой иногда приходится даже, знаете, перешагивать через себя в каких-то процессах, да, ради там достижения самого мощного результата. Вот, поэтому компания будет развиваться хорошими темпами, это я вам обещаю. В компании всегда будет очень приятно, комфортно работать. Я гарантирую, мы все всегда будем гордиться нашей компанией, да, и точно сделаем все возможное, чтобы каждый из вас реализовывался максимально долго. И, наверное, в завершение хотел вам всем сказать большое спасибо, кто здесь присутствует, да. К сожалению, я многих из вас вижу не часто, даже прямо, скажем, редко, а кого-то, что уж там впервые, но точно чувствую вашу энергию, да, вашу вот эту мощь, и поэтому за это вам низкий поклон. Все, большое спасибо.